Вхождение и выхождение. Yes. И все, думаю, надо предупредить людей, и все забывали. Поэтому мы извиняемся, да. Знаете, мне вот это местописание пришло к римлянам. Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Вот, мы, может быть, не успели сегодня предупредить о том, что вот между песнями просто будет закрываться дверь. И Роману выпало... Я знаю, что у него очень доброе сердце, он всех очень любит. И для него было испытание сказать, что вот пока не заходите, да. Поэтому если вы опоздали, ну просто ничего личного нет. Просто есть такое у нас понятие, как избирательность внимания. И когда дверь открывается, подсознательно... Не подсознательно, а это особенность, мы так созданы. Мы обращаемся на все новое. И прославители здесь прославляют, или проповедник, да. И когда открывается дверь, и внимание смещается, ну я думаю, что мы просто тем самым мы говорим о важности прославления, о важности того, что мы поклоняемся Богу, и что здесь мы собрались не просто так, ну что реально, что есть определенное таинство. И тем самым люди, которые будут приходить, они будут... Мы будем их приобщать, что это действительно важно, что это не просто так. Мы здесь что-то... Поэтому извиняемся, кого не предупредили, там, чтобы ничего не подумали. Это ничего личного. Просто это, ну действительно, это наше почтение к Богу и к тому служению, которое каждый несет здесь. Вот. Сегодня я поделюсь словом. Мы с вами поделились одно слово со свас. Я не знаю, вот кто проповедует, как вам вообще выходить потом после поклонения. Как излизать, если это поклонения нет? Потому что кажется, что вообще ничего тут... Все, что готовил, ничего не понимаешь, потому что ты там где-то в небесах. Давайте коротко помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты ведешь каждого из нас. И Господь, я прошу, чтобы это слово, Господь, оно принесло плод, оно коснулось сердец, Господь, и донеси то, что Ты хочешь сказать. И донеси то, что Ты скажешь, да не кажешь. Да, и я прошу Тебя мудрости. И возьми мои уставы. И используй их. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я получила такое желание поговорить тема моего слова, да. Я не говорю, что это проповедь, потому что, может быть, больше даже здесь будет разных свидетельств и моего опыта практической жизни во Христе. О чем вопиет голос крови Авеля? И голос крови Иисуса Христа. И голос на кровь Иисус Христос. Ну, вот такое вот странное название. Малко странное название. Голос крови. Глаз на кровь-то. Что это такое? Какого значения? Какое-то такое. Странное, да? Странный набор слов. Малко странное слово сочетанием. Я думаю, что все мы знаем историю Авеля и Каина. Мы можем прочитать. Это написано в Бытие 4 глава с 1 по 6 стих. В Бытие 4 глава от Порвиду 6 стих. Да, можете открывать Библию, приложение в телефонах. У кого нет приложения в телефоне, подойдите, спросите у кого-нибудь, как его можно закачать. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. То есть Каин – это первенец. И сказала, «Приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его». Ну, то есть принял он дар Авеля. «И на Каина. И на дар его не призрел». То есть на Каина он не принял дар Каина. «Каин сильно огорчился и поникло лице его. И сказал Господь Бог Каину, «Почему ты огорчился и отчего поникло лице твое?» Мы все знаем, что произошло с Каином, да? Знаем, сечки, как вас и случилось на Каин. Он позавидовал Авелю. То есть завидел Авел. Ну, интересно, что зависть, представляете, это грех. Он бачит завистой грях. Почему? Потому что зависть потом привела к ненависти и впоследствии привела к убийству. Смотрите, ну, возникает вопрос. Ну что, Каин, ты не мог порадоваться тому, что Авель, ну, у него все круто? Ну, получается так, да? Мы всегда можем порадоваться, когда у кого-то все получается. И винаги можем да си порадоваме, когато някого му се получава. Смотрите, что он пережил. Он пережил огорчение. И како преживява той? Той преживява обида. Чувство за несправедливость. И потом написано, что он потерял радость. Что он губит радостта. Паникло лицо его. Лицето му е помрачено. То есть он потерял радость. Губит радостта. Что это? Какво е това? Это зависть. Това е зависть. И причем я вам хочу сказать, дорогие мои, что, как правило, человек не осознает это чувство. Как правило, человек не осознава твое чувство. Как-то оно считается таким постыдным. И даже когда человек его переживает, он не осознает его. То не осознава. Я расскажу опыт из жизни свой практически. Я еще расскажу свой опыт от живота. Ну, знаете, был у нас такой период в жизни. Мы имеем один период в животости. Когда муж мой работал в реанимации в онкологии. Когда муж мой работал в реанимации в онкологии. По ночам через ночь он работал в... Да, это через ночь он работал по ночам. И при ночь... Днем он учился в мединституте. Работишь и ночью и учишь в университете. Ну, вы знаете, что такое работать в мединституте, да? То есть там очень строгие мерки. Вы знаете, какое это все работало в медицинский университет? Например, когда я родила, и мне нужна была помощь, он пошел сдать кровь, чтобы ему дали три дня от гула от мединститута. Ну, то есть понимаете, что такое учиться в мединституте. И его пастор просит открыть домашнюю церковь в очень отдаленном районе. Туда не ходят автобусы. И он добирается туда до определенного места на автобусе, а потом по железной дороге ходил пешком. Ну, и если, как говорят болгары, космет, если повезет, попутка его брала, не повезет пешком. Мне было обидно. Я говорю, ну что, во всей церкви некому начать домашку вот именно в том районе. И вдруг я гуляю с двумя детьми, а у меня вообще, у меня, мне очень хотелось всегда, у меня мечта такая была, муж, жена, колясочка, и мы гуляем. И вот этого у меня практически вообще не было. И в общем, я гуляю с двумя детьми, и я встречаю этого пастыря, женой, и с двумя детьми, примерно ровесники, они чуть младше моих детей. И у меня внутри такое вообще возмущение. И вот ревмен такого возмущения. Вообще, что за дела? Как вот стало тука. Он тут гуляет. То есть расхожда тука. А муж мой. Как моя мышь. Занят. И за это. Еще он его послал вот. Его испратил там. Туда вот. В такую даль. Толк его долечь. Я делюсь с одной сестрой на постарше меня. Вообще, вот это вот несправедливостью. Что это за отношение такое. Какое твое отношение? Ну, вообще неинтересно, что у нас происходит. И эта сестра мне говорит. Ты завидуешь их. И эта сестра мне говорит. Ты просто завидуешь их счастье. Я говорю, нет. Это несправедливо. Ну, потом я поговорила, с Господом. И я поняла, что это зависть. И знаете, очень часто мы в жизни можем, когда чувствуем несправедливость. Обиду. И обвиняем кого-то. А в основе лежит просто зависть. И знаете, Бог мне тогда показал. Не смотри на то, чего у тебя нет. Но нет у тебя сейчас возможности. и гулять всей семьёй. Но у тебя есть другое. К тебе приходят, помогают. Когда вы вместе, вы веселитесь с семьёй. Радуетесь. У вас смех. Понимаете, да? Если у вас чего-то нет, не фокусируйте на это. Посмотрите на то, что у вас есть. И для меня было это хорошим таким уроком. И для меня было очень драгоценно, то, что эта сестра мне сказала об этом. Поэтому, если вас Бог обличает через кого-то, принимайте это как благословение. Не все умеют обличать в любви. Мы учимся. Учимся, да. Если где-то порубали, простите человека. Какой някоги вы подрязываете, извиняйте. Вот, знаете, что нам мешает не только плакать плачущими, да? Библия учит плачете с плачущими, радуйтесь, радуйтесь с радующимися. Я вообще на определённом этапе духовном поняла, что легче плакать с плачущими, чем радоваться с радующими. Поскольку туда си радваш, что тези, които си радват. Ну, я не знаю, может, тут все святые не переживали таково. Нали всички сме святи, только, может, да не сте го предъявали. Я вообще, когда уверовала, Бог меня очистил, Бог меня причистил. Я реально думала, что всё. Вообще, никакой грех ко мне не будет прикасаться. Вообще, никакие искушения. Никакие искушения. И когда вот стали какие-то, знаете, нехорошие там чувства бурлить, я вообще была очень удивлена. Никто не предупреждал, что будут искушения. Так что всё, всё, через всё проходили на практике. Так что же нам мешает радоваться с радующими? Ну, знаете, во-первых, мы не знаем путь того человека, который достиг успеха. Вот Каин посмотрел на Авеля, да? Каин поглядал, Авел. И он говорит, я Господь. Ну, примерно, я так предполагаю. Вообще, труд земледельца, он очень непростой. И вот он говорит, Господь. Я пахал эту землю, спахивал. Я на жаре вообще вот вырвал сорняки. Я следил за временем, там, за погодой, за солнцем, когда нужно накрывал, когда не нужно открывал. А этот Авель ходит себе там по полям, горам. Этих овец своих. Песенки поёт. Ну, обидно, да? Но, знаете, он не знал путь Авеля. Ну, вообще, это мои немножко фантазии. Такие, может быть, я, да, чтобы вы знали, да? Он не знал, что Авель, может быть, до этого попробовал один бизнес. Может быть, при Литвии упитал один бизнес. Второй бизнес. Третий бизнес. Третий бизнес. И потом стал вставать рано утром. И сказать, Господи, я какой-то неудачник, открой мне, чем мне заниматься. Ну, это так, немножко фантазирует, да? То есть, он с утра искал Господа. Потом он стал изучать, как правильно разводить там овец или так далее. То есть, он не знал всего этого. Той не знал всичко това. И часто мы смотрим на успех человека. Думаем, вот ему повезло. И си мислим, эй, каков късмет искара. Мы вчера на семинаре немножко тоже об этом говорили, да? Но мы не знаем, какой путь прошел человек. Обаче не знаем, каков път е минал този человек. Поэтому, если мы видим, что у человека успех, давайте будем учиться радоваться за него. У нас сейчас специалист есть, вот Дмитрий. Он во вторник уезжает, поэтому скажу немножко про него, чтобы он не возгордился. У меня вчера один спросил человек, вот вы почему его, один наш клиент спросил, вот вы почему его так ждете из Казахстана? Неужели вот здесь, в Болгарии, нет такого человека, но чтобы взять его и поставить? А я ему говорю, а вы не знаете путь, который он прошел? Вы не знаете все специализации, которые он прошел? Вы не знаете, как он с клиентами работает? Не знаете, как работать с клиентами? Ну, еще там несколько вещей, да, я перечислила. Поэтому, когда мы видим, что у человека все хорошо получается, ну, спросите у него, поучитесь у него, возьмите его в себе в наставники, если он согласится, конечно. Да. И человек платит цену за это, для того, чтобы приобрести эти знания. И почему Каин не рад? И за что Каин не се радва? У Авеля успех, Авел има успех, Каин не рад. Пак Каин не се радва. Знаете, Каин подумал, что Бог поступил с ним несправедливо. И Каин си мисля, че Господь не поступил с него справедливо. Я хочу вас спросить, и часто ли вы чувствуете, искам да ви питам, дали често си мислите, несправедливость в отношении себя. Несправедливость по отношению към себе си. Я про себя рассказала уже, да? За себя в рассказах. Да. Можете не отвечать сами себе. Ответьте. Часто ли вы чувствуете обиду? Или често си убеждете? Или вы сейшете обиду? Одиночество. Самота. Знаете, что такое зависть? Вот я прочитаю сейчас определение зависти. Что прочитаю на определении? Это желание обладать тем, что нам не принадлежит. Което не ви принадлежи. Помните, в десяти заповедях написано не пожелай там жены ближнего своего дома, овец, соседа. А у соседа все всегда что-то лучше, да? На соседа винаги му е по-добро всичко. То есть, когда у меня чего-то нет, мне не дает это, а у другого человека есть. У меня это вызывает какие-то чувства нехорошие. Что хотелось Каину? Ему хотелось расположение Бога. Вы знаете, дети очень часто борются за расположение и внимание родителей к себе. И лица-то много часто все борются за расположение и за внимание это на родителей. Может быть, он вспомнил, он говорит, как хорошо было. Я когда был один, Адам с Евой так много мне любви давали. Но родился этот тавель, и все пошло не так. Все внимание ему теперь. Что хотелось еще Каину? Ему хотелось похвалы и признания от Бога. И возникла ревность. Зависть свидетельствует о том, что мы не удовлетворены тем, что Бог дает нам. Давайте еще раз мы прочитаем Бытие, 4 глава. Седьмого по... Четвертая глава, от 7 стих. Да, ну по там... По 14 даже можно. До 14. Это продолжение того, что мы читали, да. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе. Помните, да, я говорила, о том, что я думала, что все. Я уверовала. Какой грех, какие плохие мысли, они вообще не будут ко мне приходить. Но здесь написано, что грех лежит у дверей. Он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авель, брату своему. Пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож, брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником, искитальцем на земле». Знаете, вот интересно, вот эти вот ощущения, когда человек завидует, то он переживает вот эти вот чувства. Он как будто бы он изгнанник. Изгнанник, искиталец. Беженец, искитник. На земле. На тази земля. И сказал Каин Господу Богу, наказание мое... Сейчас потеряла. Какой стих кто подскажет? Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, искитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Ну, там дальше продолжение, да, есть, что Бог сказал, что нет, не убьют тебя, ты так и будешь скитаться. Господь сказал, что ты убьешься, скитаешь. Ну, интересно, смотрите, давайте еще раз посмотрим. Каин получил возмездие за грех. Каин получала возмездие за греха. Зависть привела к ненависти. Ненависть приводит к убийству. Помните, Иисус Христос говорит, то, если вы помыслите о человеке плохое, вы в мыслях уже убили его. Что переживает, в 13 стихе описано, что переживает Каин. Он переживает несправедливость, неудовлетворенность, потеря опоры, потеря общения с Богом, и наказание. Мы всегда возмущаемся и говорим, какой Каин нехороший, невинного брата убил. Но я хочу сказать, что, ребят, природа Каина это человеческая природа. И когда это греховная природа, и она, когда мы отходим от Бога, она просто приходит, она вылезает. Каин остался скитальцем и изгоем. Если ты сегодня чувствуешь себя изгоем, отвергнутым, без места и племени, неоцененным, я хочу сказать, что есть еще кровь, что има еще кровь, очень хорошая новость. много хубого новина, есть кровь, чьи ма кровь, не на Авел. Смотрите, чувство зависти привело к убийству Авеля. Чувство зависти у фарисеев довело до предательства и смерти Иисуса Христа. Смерти на Иисус Христос. О чем вопьет кровь Авеля? Кровь Авеля вопьет о мщении, о мщении, о мести. За отмщение. И по закону мы получаем отмщение. отмщение. Глаз за глаз, око за око. Смотрите, о чем вопьет кровь Иисуса Христа. Давайте прочитаем. Это евреям. 12 глава, 24 стих. О чем вопьет кровь Иисуса Христа. И к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови крапления, говорящие лучше, нежели Авелева. Кровь Иисуса Христа она о чем-то говорит. Она кричит о чем-то. О чем? За какво? Знаете, о чем она говорит? Она говорит о милости и о прощении. И за прошката. И Иерусалим. Иисуса Христа распяли перед Пасхой. Вот прям непосредственно перед праздником Пасхи. Вы знаете, что на Пасху происходило в Иерусалиме. Все в храм приносили жертвы за грехи. И от храма были такие, как типа ров, рвы, где от жертвенника стекала кровь. Приносили животное, зарезали его, кровь стекала. И весь Иерусалим был в крови. И весь Иерусалим был во в кровь. Что зовет? Посмотрите, сколько сейчас паломничества в Иерусалим. Сколько паломничества и мы сега в Иерусалим. Люди хотят в Иерусалим увидеть святая гора, увидят святая топланина. Что их тянет? Как воги водят там. Их тянет кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа она и сейчас действует. Там на Голгофе была пролита кровь Иисуса Христа. И по сей день она вопьет к Богу о милосердии и прощении. Давайте прочитаем первое Иоанна, первое послание Иоанна, вторая глава, второй стих. Он, Иисус Христос, есть умилостивление за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира. Скажи, Иисус это мое умилостивление. Иисус Христос мое умилостивление. Он, Его кровь, она каждый день, каждую минуту, каждую секунду вопьет к Богу Отцу и просит об умилостивлении за наши грехи. Скажи, за мои грехи. Скажите, за мой грех. Иисус Христос стал жертвою. Иисус Христос стал жертвою. Как когда-то приносили животных. Но Отец отдал Его на крест для того, чтобы Его кровь, Иисуса Христа, смогла омывать наши грехи. Любой грех. Скажи, любой грех. Всякие нехорошие чувства. Всякие мысли, которые приходят к нам, мы можем разрушать через кровь Иисуса Христа. Знаете, я еще раз скажу, куда я уверовала. Я думала, что я буду вот в этом. Кто пережил встречу с Иисусом Христом, знай, кто получил крещение Духом Святым. Вау, так классно. А потом, бамс, у тебя какое-то чувство. Вдруг ненависть к брату. Вдруг там презрение. Вдруг обида. Или никакого обида. И ты думаешь, что с этим делать. И знаете, мне было неудобно от этих чувств, переживаний. Я брала их туда обратно. Запихивала. Вы знаете, есть в йоге, в разных практиках таких медитаций. Вот есть в христианстве тоже есть медитация. В христианстве мы слышим о медитации. Это монолог. Твой монолог. Молитва – это диалог, да? Мы спрашиваем у Бога, Бог отвечает. Правда, очень часто в христианстве монолог. Мы только говорим Богу, да? А медитация – это монолог, когда мы успокоились, и мы слушаем голос Бога, который говорит нам. Так вот, опасность медитации в разных практиках, как йога и так далее. Хотя я ничего против йоги, как гимнастики, не имею, ну, как физического тела. Но вот эта вот медитация, когда мы просто берем и пласт за пластом гасим в себе вот эти чувства, вместо того, чтобы их вытащить, вместо того, чтобы вытащить этот горький корень из нас. Был ли вариант у Каина? Да. Имел и другой вариант. Просто признать перед Богом, просто призная пред Господа, сказать, мне так нехорошо, и докажет толку возлеся чувствам и сказать, мне вот так, вот это вот чувство такое гадкое. И докажет тувать чувство и толку гадну. Я не знаю, Бог, как оно называется. Не знам, как сяна рича. И Бог бы ему сказал, слушай, это зависть. И Господь бы ему указал, твой зависть, порадуйся за Авеля. Я тебя люблю точно так же. Но сегодня я принял дар Авеля. Он угодил мне сегодня. А завтра я могу принять твой дар. Одним приношением. Давайте прочитаем Евреям 10.14. Последнее место. Да, я его забыла выделить. Сейчас я его найду. Евреям. Евреям 10.14. Ибо Он, Иисус Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Скажи, я совершенный. Скажите, я совершен. Через приношение Иисуса Христа. Через принус на Иисус Христос. Бог нам дает выход. Бог не дает выход. Первое – это примириться с Богом. Если кто-то не примирился с Господом, я предлагаю прочитать такую однократкую молитву, если вы не возражаете, и мы пойдем дальше. Дорогой Отец Небесный, скъпи Небесен Отец, прости все мои грехи. Прости всички те ми грехове. Прости то, что я должен был принести тебе и исповедать. И прости, че това, което трябваше да донеса и да исповедвам при теб, я это пытался заглушить. Где-то через алкоголь, через алкохол, может быть, через причинение боли другим, через причинявание наболка на другите, через чувство, что я жертва, через чувство на твачесом жертва, через другие какие-то вещи, через некакви други нешта, я каюсь сегодня в этом. Я признаю тебя, Иисус Христос, своим Господом и Спасителем. Я прошу тебя, прости все мои грехи, войди в сердце мое и вытащи оттуда всякую горечь, всякую обиду, непрощение, зависть, отверженность. Я хочу войти в твое присутствие, я хочу искать тебя, твоей волей, пожалуйста, через Духа Святого исцели мои раны, я признаю тебя и прихожу к тебе во имя Иисуса Христа Господа нашего. Аминь. Мы через примирение с нашим Господом Иисусом Христом можем входить в общение с Ним. Второе, что нас избавляет, это нужно начинать благодарить. То, что Аня сегодня прочитала, напишите, что Бог вам уже дал. Попросите Его напомнить вам, сказать, как Он видит вас. Вы знаете, мы были на конференции, там были ребята, вот помните, они прославление вели. И есть такая комната света, ты заходишь, и там сидят пророчествующие, и они говорят, что Бог думает о тебе. И я, когда зашла, там сидела одна женщина, которая меня не знает, и она стала молиться, и она говорит, я вас не знаю, но я в Духе ощущаю почтение Бога перед тем трудом, который вы совершили. Представляете? Бог почитает многие вещи в нас, а мы берем и просто это уничижаем. Я такой, я сикой. Спросите, посмотрите, что Бог уже дал вам. Поблагодарите за это. Третье. Будь уверен в любви Бога Отца, потому что дьявол будет приходить. Мысли твои человеческие будут тебе говорить, что тебя никто не любит, ты вырос там без отца, или без матери, или без родителей. Но написано, даже если мать родная тебя оставит, то я никогда не оставлю. Бог никогда не оставит тебя. Следующее. Доверяй Богу. Бог любит и Каина, и Авеля. Но просто Каина постигла наказание. Но еще раз скажу, кровь Иисуса Христа действует 24 часа в сутки. Обаче паха ще кажа, че кръвта на Иисуса Христос действует демножно, в всякий момент можешь да дойдешь, принести свою боль, свой грех Иисусу. И Он будет, Его кровь, она вопияет к Отцу. И последнее. Призывай кровь Иисуса Христа. Вы знаете, когда мы молимся, призывайте кровь Иисуса Христа. Она вопиет непрестанно к Отцу. Не стесняйтесь. Странно звучит это, но это работает. Когда вы молитесь за исцеление, призывайте кровь Иисуса Христа. Когда молитесь за своих детей, призывайте кровь Иисуса Христа. Когда молитесь за свое эмоциональное состояние, призывайте кровь Иисуса Христа. Потому что кровь Иисуса Христа Постоянно вопьет к Отцу. Все мы были достойны наказания. Но благодаря крови Иисуса Христа мы омыты от греха. Мы оправданы от беззакония. Мы искуплены от преступления. Мы сегодня пели один псалом. Там были вот именно эти... Я не знала, что ребята выберут эту песню сегодня. Но там точно эти три вещи были написаны. И еще четвертое. Мы исцелены. Наши души исцелены. Наши сердца исцелены. Наш Дух возрожден. Наши тела исцелены. Заплачена цена крови Иисуса Христа. Аминь. Вы знаете, что на сегодняшний день большинство заболеваний они психосоматические. Это наше состояние. Состояние нашей души. И врачи бессильны. Почему мы поем, что мы исцелены? Потому что в первую очередь мы получаем исцеление через духовные вещи. Я попрошу наших прославителей давайте мы споем еще раз эту песню. Этот псалом. И мы просто провозгласим сейчас. Мы провозгласим о нашем исцелении. Мы провозгласим о том, что кровь Иисуса Христа она работает в нашей жизни. Аминь. Иисус Христа Иисус Христа Еитье в Киеве Я оправданная искра пребывать в Его любви. Я стою на Его слове и Оно мне говорит Его праведность святая На моих плечах лежит И я говорю себе Я искуплен, я оправдан, я обыд, я исцелен Принят Богом в Его Царство, избран быть Его Детем Я искуплен, я оправдан, я обыд, я исцелен Принят Богом в Его Царство, избран быть Его Детем Буду славить Тебя, Иисус Иисуса буду славить и всегда благодарить За свободу от проклятия с Ним я буду вечно жить Незаслуженную милость и прощение грехов Может дать Тебе Спаситель, если Ты услышишь слов Ведь Бог говорит тебе Ты искуплен, ты оправдан, ты обыд, ты исцелен Принят Богом в Его Царство, избран быть Его Детем Ты искуплен, ты оправдан, ты обыд, ты исцелен Принят Богом в Его Царство, избран быть Его Детем Я искуплен, я оправдан, я обыд, я исцелен Принят Богом в Его Царство, избран быть Его Детем Я свободен, я оправдан, я оправдан, Аллилуйя Ему вся слава, я свободен, 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 я оправдан, Аллилуйя Слава тебе, Господь!